Воля Твоя, Якуна Небеси Этим торжественным песнопением, слова которого знает каждый здесь находящийся, каждый русский человек, мы торжественно открыли выставку, которая называется «Черемшан. Возвращение». А хор, который вы услышали, это наши гости. Это хор храма Святого Георгия Победоносца под руководством протодиакона Андрея Маржакова. Они приехали из знаменитого старообрядческого центра Подмосковья, из Гуслиц, а именно из города Егорьевск Московской области. Название «Черемшан. Возвращение» с одной стороны, конечно же, связано с той картиной, которая висит вот здесь у меня за спиной. Это картина пророчества, это картина, которую нам оставил выдающийся художник Балакова Сергей Серов. Его имя еще не вся Россия знает, но я уверен, узнает. Благодаря картине Серова и создали эту экспозицию. У организаторов выставки возникла идея взять эту картину и сопроводить ее работами художников Саратовской области и всех, кто помнит и знает о Черемшане. И это было сделано для того, чтобы возродить Черемшанский монастырь и сохранить историю. Поэтому вторая часть этой выставки – это вещи археологические, это вещи мемориальные, это вещи высокой антикварной, музейной ценности. Это частное собрание Ирея Вадима Коровина, который является благочинным русской православной старообрядческой церкви для Саратовской области, для Саратовской гепархии. И вот он свою личную коллекцию представляет как своего рода народный музей. Он хочет, чтобы мы с вами пополнили этот музей. Почему? Потому что задача человека – не земные сокровища собирать, а духовные небесные. Старообрядцы сыграли очень большую роль в становлении Балакова, поэтому нет ничего удивительного в том, что на открытии выставки «Черемшан. Возвращение» пришло очень много горожан, которые помнят свою историю и стремятся узнать о ней еще больше. Старообрядчество на территории Балакова-Балаковского района, конечно, оставило свой яркий след. И тому есть не только исторические подтверждения, но и те фундаментальные здания, которые были построены старообрядцами, когда село Балаково перешло в город. Это в большей степени, конечно же, заслуга старообрядцев, купцов, которые жили, работали на этой земле своим трудом, любовью к земле. И искренне самоотверженной работой показывали, насколько важно вот это уникальное село Балакова превратить в город. Картины, собранные на выставке, написаны совершенно разными художниками. И они не знали, что их творения создадут такую уникальную экспозицию. Но все работы образовали очень гармоничный ансамбль, а исторические экспонаты их дополнили. Уникальное собрание нательных крестов, печати, предметов церковного быта – все это можно увидеть на выставке, и коллекция постоянно пополняется. И то, что нас сейчас объединяет, я прямо скажу, разные люди, разные взгляды, разные убеждения. Но нас объединяет одно – любовь к родному краю, любовь к нашим истокам, любовь к старине. И я думаю, все осознают, что рядом с этими сокровищами, старины, в окружении этих картин есть о чем подумать. Нам нужно возвращаться к себе, нам нужно возвращаться к своим истокам, чтобы понять, кто мы, откуда мы, и чтобы понимать, куда нам идти. Выставка уже объехала несколько городов, и благодаря этому большое внимание общественности было привлечено к Черемшану. Началось возрождение там монастыря, а ведь был на территории Балаковского района еще один монастырь, к которому также пытаются привлечь внимание краеведы Балакова. В РГИЗах еще более 10 лет назад вышла сначала небольшая брошюрка царства инков, вот я выпустил ее потом, вот энциклопедия Балаковской народной. Но тогда на это никто не обратил внимания. Видно, не было модно, не было известно там и так далее. Но надеюсь, что сейчас, после того, как идет возвращение Черемшан, мы возвратим и историю наших РГИЗов. Потому что это славная история. РГИЗская империя старобряческая, так и называлась, царством иноков. Старобрядцы называли ее вторым Афоном. То, что сегодня происходит, это очень важно, не только для истории старобрячества, для возвращения истории старобрячества, но и для нашего, для истории Балаковского края, и вообще для истории Саратовской области. Это очень уникальные места, они очень интересные, и я уверен, что они будут привлекать внимание многих туристов. Второбрячество, это не просто какие-то расколики, которые там забрали свои кельи и что-то там придумывали себе. Это те самые хранители тех самых обрядов, с которых и начиналась православная Русь. Поэтому мы должны к этому относиться с почтением, с уважением и понимать, что действительно не просто часть нашей истории, а это корни нашей истории. Выставка Черемшан-Возвращение будет работать до 29 сентября в городском выставочном зале.